Всем привет, друзья! Начинаем новый вложик, идем на работу, 9 часов утра, ненавижу просыпаться в это время. А больше всего я ненавижу ходить обратно пешком домой, потому что как-то не особо хочется на такси деньги туда обратно тратить. Здравствуйте! Я уж постоянный посетитель, да, у вас? Что-то я в вас чат, молодой человек. Мне пора карточку выдавать. Без машины печально. Особенно, когда холодно. Вы там работаете? Да, да, да. Я учитель английского. Мне вот интересно, таксистов часто ломаются в машинах? Вы же ездите очень много. Конечно, часто. Вот турбина у меня накрывается скоро. Ну это же сейчас все быстро. Ну да. Это же раньше там было, знаете же, тяжело. А сейчас? Ну затраты большие все равно. Ну да. Ну вот, приходишь в школу, отводишь один урок и пердолишь домой пешком полчаса зимой. Отличная жизнь. Хорошая погода, конечно, но что-то для 5 марта это такое себе, блин, минус 10. Не очень. Ну что, как я и говорил, каждое утро бахаю зарядку на свою шею, чтобы она прошла. А то что-то у меня хандрит шея часто, ребятки, поэтому надо ее лечить. Ну что, друзья, закончил я комплекс, и сейчас я вам расскажу историю. Поэтому готовьте чаеху и включайте воображение. Итак, на дворе ранняя осень, идет дождь, сыро, идет такой очень сильный ливень. И еду я на велике. А я любил раньше ездить на велике. Ну как, и сейчас езжу. Ну то есть, как сказать, не любил, а больше из-за отсутствия машины я ездил на велике. Еду я на велике, все это произошло вон там. Видите, школа? И вон там такая большая площадь. Я такой гоню оттуда, вот оттуда этих домов. И еду туда. И пришло время спрыгивать с поребрика, с бортика. И я такой на огромной скорости уже начинаю спрыгивать, типа взлетать с велика. И заднее колесо подкашивается. И вы знаете, когда вот мотоциклисты едут по трассе, да? Ну, по этим рейсеры, короче, эти гоняют по кругу. И они в повороте вот так на бок очень сильно заваливаются. Прям почти коленом достают до земли, до асфальта, либо где там ездят. И я вот так же, как пошел и вместе с великом, просто наклонился и по асфальту вот так. А там асфальт был такой. Я уверен, вы видели такой асфальт, когда его заливают и камни такие торчат из асфальта. То есть, он получается как наждачка дикая. Мы еще там в баскетбол играли, там баскетбольная площадка была. А если, не дай бог, упадешь, кто-нибудь толкнет тебя, немножко даже докоснешься до асфальта, и у тебя просто в хлам раздирают либо локти, либо колени, либо что угодно, и бок там. А тут, представьте, на огромной скорости, наверное, не знаю, там километров 30 разогнался на велике. И гоню, значит, падаю, и боком прям вместе с великом плашмя вот так по асфальту этому, который как наждачка. И мне просто в хламину порвало все колено. У меня просто мясо висело с колена. А там два человека стояли, там школа, и два человека стояли под крышей, типа, ну, от дождя спрятались. И они это все видели. Я как начал орать. Ну, кстати, да, вы говорили, типа, показывай шрама, а то мы тебе не верим. Ну, смотрите, сейчас я вам покажу. Я не знаю, видно будет? Вот шрам, вот шрам, вот шрам, вот шрам, вот шрам. Короче, у меня вся коленка в шрамах. Вся коленка была порвана в хлам. Это было очень дико. И люди просто с офигевшим лицом таким, может, скорую вызвать? А я такой, да не, не, давайте подорожник приложим. Раньше подорожниками лечились, все нормально. Вот такая вот история. Если вам понравилась история, то обязательно напишите об этом в комментариях. Напишите, мне нравятся твои истории. И тогда в следующем видео вы услышите еще одну историю. Кстати, ребят, мы на сайте сделали скидку 15%. Код скидки ARCHO15. Поэтому заходите, получайте скидку, получайте программу немножко подешевле. Уверен, всем программа понравится. Она 100% очень эффективная. Тут и питание, и тренировки, и видеообучалки 100% стоит купить. Лето уже скоро. Ребят, если вам нравится, что я снимаю видео каждый день, то покажите мне это тем, что подпишитесь на мой инстаграмчик. ARCHO MORRIS. Мне будет очень приятно, и я вам буду делать тоже очень приятно. Полетели. Ну что, пошел я в зал. Надо грудак покачать, а то целый месяц ничего не делал, кроме отжиманий и подтягиваний. Надо немножечко напампить все тело, и буду просто красавчиком. Если вы еще не были в зале, полетели. Вообще не понимаю, как люди могут долго стоять в стойке. Это вообще жесть. Субтитры делал DimaTorzok Я, короче, ребят, наврал. Там было 85, сейчас 90 будет. Субтитры делал DimaTorzok Как-то довольно легко пошло. Сейчас 95 попробую. Вот теперь 95, сейчас отдохну немножко и посмотрим. Возможно, выжму. Хорошо? Рановато еще 95. Дрыщ. Жимовые что-то слабый, пиздец. Надо как-то увеличивать это дело. Кроме жима у меня, в принципе, все более-менее идет. Жим ногами нормально вроде. Приседания я давно не делал, потому что сколиоз. А так, в принципе, остальные упражнения довольно хорошие, силовые. А вот в жиме вообще что-то не прет никак. Так как я из-за демона не смог вчера потренить трицепсы, поэтому будем отжимания на брусик доделывать. А то демон все настроение испортил. 42. Вчера все-таки забились руки немножко, поэтому мало сегодня. Будем добивать. Сейчас я с братишкой своим зафоткаю. Брюс Ли, брат мой. Делаю обычно в отжиманиях на брусиках 6 подходов. 6. И в каждом подходе просто на максималку. Прямо уже, чтобы руки выворачивались в другую сторону. Вот это тогда огонь будет. Ну что, потренил. Теперь можно идти кушать. Сейчас наверну огромную тарелку. Закрою белково-углеводное окно. И будет расти масса, ребята. Если вам нужна программа тренировок и питания, то добро пожаловать на сайт archomorys.com. Используйте код ARCHO15 и получится 15% скидку. Надо удержать стойку сегодня хотя бы секунд 5. Полетели. Субтитры сделал DimaTorzok. Я не знаю, наверное, коряненько там получилось сделать 4-5 секунд. Но я устал капец. Засчитаем. На сегодня засчитаем. Я понял, что стойка это не мое. Мое это подтягивание, отжимания, все такое. А стойку оставим эквилибристам, или как их там называют, которые там прыгают, бегают на руках, на ногах. А так, друзья, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока.